Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать макияж, который вы сейчас видите на мне. Я крайне редко делаю макияжи с голубыми тенями, потому что, ну, во-первых, мало кому они идут, мало кто может сделать так, чтобы это смотрелось красиво, и как-то, да, вот голубой цвет в тенях меня как-то меньше всего привлекает, и редко я делаю такие макияжи, но тем не менее, сегодня я вдохновилась своей новой палеткой теней. В ней просто обалденно красивые синие и голубые оттенки, и я как-то просто не могла обойти ее стороной, не сделать вам макияж такого плана, поэтому, надеюсь, вам нравится то, что вы видите, и если вы хотите узнать, как его сделать, то, конечно же, продолжайте смотреть. Первое, с чего я начинаю макияж, это подготовка века к нанесению теней. Для этого я всегда использую вот такую вот базу от MAC, которая называется Pro Longwear Paint Pot в оттенке Soft Ochre. На мне тени держатся очень хорошо, единственная моя проблема – это венки и неровность тона века, поэтому этой базой я это выравниваю. Если на вас тени держатся плохо, то лучше возьмите какой-то праймер для век, а не базу. Теперь нам нужно задать основную форму в нашем макияже, так как я не буду сегодня использовать карандашную технику, буду просто работать тенями, то эту форму я буду задавать тенями. Идеальным оттенком для создания формы будет какой-то вот такой вот серо-коричневый светлый оттенок, как у меня, например, в палетке Too Faced Natural Matte, Cashmere Bunny называется оттенок. Я довольно обильно нанесла его на растушевочную кисть, и изначально вот так вот начинаю топтаться во внешнем уголке глаза. А потом, когда уже основной цвет ушел с кисти, я начинаю подниматься выше и прорабатывать складку. Так как я сегодня буду использовать накладные ресницы, то мне нужно увеличивать тушевку, и я буду подниматься прям практически до самой брови. То есть, вот видите, оттенок у меня будет идти практически до самой брови. Самый темный цвет у меня будет в этом месте. Чем мне нравится конкретно этот оттенок в палетке, так это тем, что его можно наслаивать. С ним можно сделать как совсем такую легкую тушевку, легкий контур задать, так и можно его наслоить до достаточно темного такого оттенка. На данном этапе мы близки к тому, что нам будет нужно, и давайте теперь перейдем к нижнему веку. На маленькую кисть я нанесла все тот же оттенок. Только теперь дублирую его на нижнем веке. И снова наслаиваю его до того уровня, который мне понравится, который будет по тону совпадать вот с этим цветом, который здесь самый темный. Давайте пока на этом остановимся и перейдем к тому измрудно-синее-серому оттенку и к тому, как же, собственно, его получить. Конечно, обычными тенями довольно сложно добиться такого эффекта. Самый лучший способ и самый простой одновременно, по которому вы можете добиться вот такого вот эффекта, это первое использовать какую-то базу металлическую и поверх ее наносить тени, или же просто наносить очень сильно металлические тени. Это могут быть либо запеченные тени, либо использовать тени, которые имеют текстуру нечто среднее между кремовыми тенями и сухими. Вот именно такие тени всегда работают очень хорошо для таких эффектов. Я сегодня покажу вам супер бюджетный вариант с помощью вот такой вот подводки синего, даже не синего, а голубого металлического оттенка от Faberlic. Так, единственное, подводку эту я буду наносить с помощью кисти, а не с помощью аппликатора, потому что так, конечно, гораздо удобнее аппликатор, у этой подводки просто ужасный. И вот таким вот образом я наношу эту подводку. Вы видите, что я ее замыкаю на нижнем веке и перевожу на верхнее. Сильно далеко с ней там не идите, потому что потом вам ее тяжело будет растушевать. Ну, приблизительно как-то вот так вот вам нужно ее нанести. Для закрепления этой подводки во внутренний уголок глаза я буду использовать вот эти тени, а на серединку века вот эти. Если вы не совсем уверены в том, что у вас получится, когда вы соедините вашу базу с тенями, то я рекомендую сначала, конечно, протестировать то же самое на руке. То есть вы наносите вашу базу сначала на руку, а потом наносите поверх на руку тоже тени. Если вас устраивает полученный результат, то можете продолжать. Если же нет, то хотя бы вам не нужно будет переделывать весь макияж. У меня такое впечатление, что сейчас на этом этапе очень многие ужаснулись и подумали, о боже, какой кошмар получается. Но на самом деле не спешите делать выводы. Я взяла растушевочную кисть и сейчас, конечно же, все это буду подтушевывать для того, чтобы не выглядело это все так жестко. То, что у нас лишнее внизу, я убираю с помощью спонжа, которым наносила тон. И одновременно также еще и растушевываю это все. На центр века, как и говорила, буду наносить светло-голубой. И мне очень нравится такой эффект от более темного к более светлому. Нежели по классической схеме я бы нанесла самый светлый сюда и сюда бы нанесла темнее оттенок. Мне очень нравится именно этот эффект, который у меня получился. Мне кажется, он более так ярко даже выглядит. Запеченные тени, конечно, лучше всего наносятся пальцем. Это факт. Но в данном случае, так как у меня есть база, мне хотелось немножко больше контроля. Поэтому я наношу это все дело кистью. Синтетическая кисть справляется неплохо. Но если у вас базы нет, можете сразу пальцами наносить. Они будут более насыщенными тогда. Все, что мне сейчас осталось, это закончить тушевку во внешнем уголке глаза. Для этого я беру ту же палетку Too Faced Natural Matte. Только самый темный в ней оттенок, который называется Sexpress. Изначально я этот оттенок наношу на маленькую кисть. Вернее, большую кисть-карандаш. Для кисти-карандаша эта кисть довольно большая, для растушевочной довольно маленькая. Ну вот на какую-то такую среднюю по размеру кисть, довольно упругую. Наносите оттенок и растушевывайте немножко к центру. Теперь снова берем растушевочную и уже доводим тушевку до конца. Когда вам уже нравится результат, можете даже немножко больше нанести уже непосредственно на растушевочную и еще больше углубить в само место складки. И теперь то же самое проделываем на нижнем веке. Тот же оттенок теней, та же схема. И не забудьте красиво растушевать границу между синим металликом и вашей тушевкой матовой. Для этого я использую тени светлого оттенка Cashmere Bunny, которую мы использовали для начала, для того, чтобы задать форму в макияже. С тенями можно сказать все, я возвращаюсь к подводке, которую мы использовали как базу. И сейчас буду ее использовать по прямому ее назначению, именно как подводку. Наношу тонкую такую линию по ресничному краю и останавливаюсь где-то там, где у меня начинается коричневый. Теперь беру обычный черный карандаш и продолжаю твление, заканчивая ее подводкой. Хвостик я вырисовывать не буду, единственное, что мне надо с самого уголка глаза подвести такую как бы черту, то есть до которой мне нужно продолжать рисовать карандашом. И дальше я это все растушую, сейчас вы увидите как. И дальше не забывайте про внутреннюю слизистую, особенно если у вас редкие ресницы. Теперь беру маленькую кисть и начинаю растушевывать. Тот карандаш, который нанесла, и моя задача здесь растушевать два цвета, опять-таки, между собой, чтобы все гармонично выглядело, и не казалось, что вот здесь я закончила рисовать подводкой, а здесь я продолжила рисовать карандашом. Совсем чуть-чуть я нанесу карандаш тоже вот сюда, вот в самый уголок глаза, буквально еле-еле. И так же подтушую, подчеркнув этим самым форму, которую я создавала тенями. Ну что ж, нам осталось только накрасить ресницы, и я еще буду клеить накладные ресницы. Как только я это сделаю, сразу же вернусь к вам. Ну вот и все, я закончила макияж, и сейчас вы можете оценить финальный результат. Если вам интересно узнать, что я использовала на стенном лице, то, конечно же, продолжайте меня смотреть. На лице у меня сегодня тональная основа от Color Me, который называется 2HB в третьем оттенке. На бровях у меня сегодня гель от NYX для бровей, который называется, ну, собственно, так и называется, Eyebrow Gel, и оттенок у него Blonde. Дальше тоже на щеках я использовала, конечно же, бронза Laguna, который, к моему, к сожалению, уже скоро, очень-очень скоро уже закончится. Но я пока дожимаю из него все соки. И на губах у меня сегодня сочетание карандаша для губ La Corde в оттенке 364. Это фаворит моего прошлого месяца, и вот сейчас тоже я его обожаю до сих пор, потому что реально это офигенный просто корректирующий карандаш. И также я нанесла еще сегодня вот эту матовую помаду от LA Girl, которая называется Matte Flat Finish Pigment Gloss. И оттенок у нее Dreamy. Короче говоря, всю продукцию, которую я использовала, как всегда, оставлю внизу. Надеюсь, что этот макияж вам понравился. Поставьте мне лайки, если так и было, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok